Меня зовут Ижан, мне 26 лет, я из города Алматы и работаю в дизайне. У меня своя студия, но по сути это фриланс. Училась здесь в авторской школе Женя Абакирова, это музыкальная школа. И далее поехала учиться в Англию. Сначала на Foundation in Arts в Лондон и далее в London College of Communication. Это все часть университета University of the Arts в Лондон. Ну, у меня всегда были позывы к творчеству, но не было такого, что я прям классно рисую, что-то у меня вот прям я выделяла среди всех, такого вообще не было. Мне всегда просто нравилось что-то творческое делать своими руками, но при этом меня очень тянуло к математике. Мама у меня певица меня тянула к пению, в общем, меня разрывало во все стороны. И так и в 11 классе меня разрывало, вот когда я выбирала профессию, куда поступить, на кого. Я думала математика или вокал, консерваторию или вот что-то творческое. Творческое это то, что мне нравилось, но я думала, что у меня в этом нет успехов, поэтому, наверное, мне не стоит поступать. Вокал это то, что у меня чуть-чуть получалось, но как-то мама мне говорила, давай не стоит лучше. А математика у меня вроде хорошо получалось, но как-то мне казалось, что это скучно потом дальше этим заниматься. Вот и я рискнула, и получилось, что попала в графический дизайн. ткнула пальцем в небо, толком даже не знала, что это за профессия, но вот поступила сначала на foundation, где у нас была ориентация в разные сферы дизайна, то есть у нас там было две недели introduction в fashion design, две недели introduction в интерьер-дизайн, театр-дизайн, spatial-дизайн, ну в общем там была куча разных таких мелких направлений, и одной из них было communication design, получается это pathway, дорожка, куда входит графический дизайн, moving image, то есть топ-анимация, и иллюстрация, вот и мне понравился больше всего графический дизайн, и далее я уже получается по этой профессии пошла. Ну вообще у нас университет нас всех направлял в такую сторону увлечения типографика, это наука, ну и наука, искусство оформлять текст, буквы, и конечно меня в эту сторону сильно тянуло, потому что нам говорили, что это круто, клево, а потом я познакомилась на втором курсе с практикующими дизайнерами, которые общались с моими однокурсниками, как правило у нас все поступают в университет сразу после школы, а там получается ребята уже поработали, уже себя поискали, кто-то получил первое образование, и очень много однокурсников у меня было, которые ну там на 6-7 лет старше меня, то есть какие-то из их однокурсников уже работали, точнее их друзей уже работали в сфере дизайна, и вот когда я с ними начала общаться, познакомилась, я конечно, для меня это был прям нереальный такой лифт от того, как я была студентом и относилась ко всему, типа а, да, мне сказали это прочитать, я прочитаю, не прочитаю, ну типа это мои проблемы, а тут, когда я увидела, как это клево, как это на самом деле, когда ты уже живешь этой профессией, и я прям очень вдохновилась, я очень много спрашивала у этих ребят, какие книжки читать, какие фильмы смотреть, что вообще там, на каких сайтах сидеть, как начать практиковать, и мне очень много посоветовали ресурсов, и вот тогда я прям очень увлеклась, я думаю, что мне очень повезло встретить вот таких ребят, которые меня вдохновили, потому что иначе все равно, как бы мне не нравилась профессия, я относилась к этому как-то, ну как студент, которому лучше погулять, отдохнуть, там дома посидеть с друзьями поболтать, нежели заняться на самом деле учебой. Ну, конечно, важно каждому быть, ну, думать не только о себе, но и об обществе, и меня, конечно, волнуют очень многие социальные проблемы, политические, и я вдохновляюсь я всем людьми, и пытаюсь делать дизайн не такой, чтобы был нравиться одному конкретному человеку, а чтобы, ну, насколько это возможно, был полезен другим и понятен другим, и, может быть, даже вовлек за собой какие-то положительные изменения в обществе. Ну, есть... Моя мысль такая, что когда красота внутри, она и снаружи, и взаимообратно, то есть, когда, допустим, люди растут в стране, где все очень красиво, прекрасно снаружи, они чувствуют себя так же красиво внутри, и им хочется творить благие дела, и делать хорошие вещи. А у нас есть такое, что люди как будто бы видят, что там вокруг грязь, там какая-то свалка, им кажется, что все, они тоже себя не уважают, и все это недостойно, и, ну, уже начинаются какие-то плохие мысли. Я не знаю, насколько это, конечно, правда, но ощущение такое всегда было, и мне кажется, что, ну, частично так и есть, что это, получается, уважение себя, уважение пространства своего, даже вот как дома ты живешь, насколько у тебя там аккуратно, чтобы тебе, главное, нравилось, то ты начинаешь чувствовать себя по-другому и делать хорошие вещи уже не только себе, но и другим людям, которые окружают тебя. Ну, я пытаюсь миксовать, то есть, конечно, мне для того, чтобы существовать, я беру коммерческие проекты, но очень часто я беру социальные проекты, такие как, например, Ауа или вот Оян Казахстан. Мне нравится помогать что-то, что помогает обществу, приносит что-то хорошее, благое. И, да, если, ну, я думаю, что всем это важно, потому что, во-первых, когда ты берешь социальный проект, есть большое поле свободы, так как тебе за этот проект не платят, ты можешь воплотить все, что хочешь в плане своих творческих амбиций, плюс как бы сделать еще что-то хорошее обществу. Поэтому я думаю, что это для любого дизайнера важно, ну, и вообще для любого творческого человека очень важно миксовать вот такие коммерческие, социальные и личные проекты тоже. Но на личные просто времени не хватает, а тут социальные – это как раз что-то вот такое смешанное. Ну, конечно, все очень благодарны, да, говорят, ну, так, что я вспомнила, это я как-то раз делала каталог для компании, и они говорят, что настолько понравилось их партнерам заграничным, что они сначала посмотрели, потом пришли еще раз, а потом попросили забрать каталог, чтобы что-то скопировать, сделать похожее. Ну, вот я рада, когда хотят копировать. Ну, вообще, изначально дизайн, именно графический дизайн, очень многие люди, точнее, вот когда я училась в Лондоне, нам очень часто рассказывали про работы советского времени. Это вот когда был конструктивизм, были такие имена, как Родченко, вот даже Маяковский участвовал в графическом дизайне. И очень часто нам давали референсы именно на вот таких, то есть наш же бэкграунд, который здесь у нас был, давали нам референсы. Получается, они вдохновлялись советским дизайном, а теперь мы вдохновляемся уже западным дизайном, и это все взаимосвязано, мне кажется, и, ну, то есть такого нету прям, что сильно отличается. Но при этом я чувствую, например, я могу посмотреть на какой-то дизайн и понять примерно, какая страна это делала. То есть даже наши какие-то казахстанские компании, я смотрю и думаю, вот, сто процентов это делала Украина, потому что какой-то у них есть вайб, и я это сильно чувствую. У Испании есть ярко выраженный вайб. Допустим, вот страны Скандинавии, Англия, у них все такое суперманималистичное, ровное, что-то интересное. Ну да, конечно, у всего есть свое. У нас, наверное, очень сильно люди пытаются в дизайн инкорпорировать нашу культуру, нашу какую-то национальную идентику. Ну, то есть вот узоры везде казахские. Я думаю, это круто и имеет место быть. И именно так и отличает нас от других. Все имеет место быть. Я знаю ребят, которые занимаются дизайном графическим, интерьера, там и архитекторы, они это, и там чуть ли не одежду шьют. Сначала мне казалось, что это не очень, когда ты распыляешься в разные стороны, и лучше быть там суперпрофессионалом в своем каком-то узком деле. Но сейчас я думаю, что почему бы и нет. Ну, как бы, если хорошо получается, кто запретил. Если людям нравится то, что ты делаешь, почему бы это не делать. Я, например, у меня тоже очень много разных увлечений, но я как-то себя не ограничиваю. И захочу увлечься интерьер-дизайном, попробую изучить. В принципе, сейчас в Казахстане относительно мало дизайнеров и очень большой спрос. И зарплаты как бы у всех, ну, то есть, буквально ты только научился что-то делать, ты можешь уже пойти в компанию работать. То есть, ты совсем-совсем джуниор, у тебя базовые какие-то знания, можешь пойти работать в компанию и зарабатывать 150 тысяч, что, в принципе, нормально для Казахстана. А верхние границы, они просто безлимитны, потому что ты как бы можешь работать в компании ин-хаус-дизайнером. То есть, как бы, как обычный офисный работник, зарабатывай там, скажем, ну, 300-400 тысяч. Параллельно ты свободное время занимаешься фрилансом в Казахстане или где-то на Апворке, что заграничные, получается, компании заказывают. Ну, и доходы зависят от твоего времени. Хочешь, тратишь больше времени, зарабатываешь там 3-4 миллиона в месяц. Не тратишь время, зарабатываешь, ну, 300-400 тысяч тенге в месяц. И, ну, в общем, я считаю, что это довольно такая прибыльная сфера. И если ребята молодые сейчас думают, на кого поступать, то я бы советовала, конечно, графический дизайн, потому что из него можно выйти в какой-то другой дизайн, когда уже есть базовый, когда ты насмотрен, и у тебя есть какие-то базовые навыки в сфере дизайна, можно переучиться на кого-то другого. И, ну, то есть, это никогда не плохо. Графический дизайн – это как, типа, база в мире искусства, я считаю. В поисках работы, ну, просто подавать заявки как можно больше, искать себя, а делать, допустим, я когда только вернулась, я не знала вообще, с чего начать. Хотела пойти в компанию, но параллельно вот мы делали стартап, и я пошла в компанию IT, работала, решила развить навык UI-UX дизайна, то есть, ну, веб, диджитал дизайн. Пошла в эту компанию, там развивала этот навык, и параллельно фрилансила друзьям, делала бесплатный дизайн, сделала бесплатный им дизайн, они рассказали своим друзьям, те попросили у меня уже закупывать небольшую цену, и все, и пошло-поехало, и по сей день, как бы, уже прошло 4-5 лет, и приходят клиенты, которые через сарафанное радио, и они, как бы, уже мне доверяют, потому что кто-то им меня посоветовал, они ко мне лояльно относятся. Ну, то есть, в этом плане, конечно, это круто очень, что надо просто начать сделать 10 людям бесплатный дизайн, а дальше эти 10 превратятся в 100, в 1000 и так далее, и будет бесконечный поток. Но, с другой стороны, если, конечно, не было никакого опыта в компании, то я бы посоветовала, это тоже очень круто, в какой-то дисциплине научиться, потому что, когда ты сам на себе работаешь, очень сложно себя заставить потратить какое-то время, вовремя ответить, вовремя дедлайн выполнить. А когда ты поработаешь в компании, ты уже научишься тому, как базово сначала расписываешь все проекты, как ты общаешься с клиентом, что ты там обещаешь, какие сроки говоришь. Это, конечно, тоже очень ценный опыт. Если бы я была только начинающим дизайнером, я бы, конечно, пошла в компанию какую-то, поработала бы годик-два. Может, кому-то понравится, и они всю жизнь будут работать в этой компании или менять компанию. Кто-то хочет один работать, и больше идет фриланс. Мне нравится совмещать. Плохой дизайн и хороший дизайн, конечно, понятие такое относительное, как и любое искусство, но вообще дизайн, конечно, он должен облегчать жизнь, он должен работать. То есть вот я могу, вот у нас висят баннеры вдоль Альфараби, и там большой баннер, и на нем по синему фону, красным шрифтом написано очень-очень много информации. Ну, допустим, этот дизайн нравится тому, кто заказал его, и дизайнер такой, ну, окей, я сделаю вам, как вы хотели. Но в итоге-то он не работает, в итоге он не получил, тот, кто заказал, не получил того, что хотел, потому что люди проезжают мимо и даже не видят того, какая информация дана на этом баннере. Соответственно, дизайн плохой. Плохой в том плане, что он не работает, вот. Ну, или продвигает какие-то нехорошие ценности. Это тоже плохой дизайн, я считаю. Самая вышка, ну, наверное, у каждого свое. Мне, конечно, хочется, чтобы дизайн продвинул какие-то хорошие идеи. То есть, мне кажется, для меня социальный дизайн, наверное, была бы моя вышка, чтобы что-то, что я делала, заставило других людей мыслить, или вдохновило на что-то крутое. Может быть, по всему миру, или там, не знаю. Ну, в общем, для меня такая вышка. Вообще, мне нравится работать на улице. В идеале я бы сидела где-нибудь на террасе, вокруг были бы люди, чтобы был какой-то фоновый шум, чтобы я чувствовала, что мне нужно работать тоже. Чтобы был клевый интернет, чтобы было много розеток, чтобы на меня не светило солнце, но оно присутствовало рядом, был приятный ветерок. Ну, мне, в общем, нравится работать на улице, а так, по сути, мне нужен просто компьютер, зарядка и интернет хороший, ну, и хорошая компания, или чтобы я себя как-то хорошо чувствовала. И доступ к еде. Мне нравится, в принципе, просто гулять по городу, наблюдать за людьми, думать. Я люблю ходить в супермаркеты и рассматривать очень долго вещи на полках. Люди меня не понимают, а мне это нравится. Я подумала, что можно сказать, о какой компании можно сказать казахстанской, более-менее такой популярной, что у нее классный дизайн. Я считаю, что это компания Хабар. У них он такой прям вот супер давний времен. Я еще с детства помню, ну, у меня очень хорошо в голове их логотип запечатался. И они по сей день, как бы, они его прям сделали таким более минимальным, красивым, но, тем не менее, от него не избавились, оставили его. У него какое-то такое вот, такое чувство, что он куда-то вперед, как-то летит, куда-то такой стремится. Ну, не могу сказать, конечно, о компании Хабар, что-то хорошее, ну, потому что особо не смотрю и не знаю. Но логотип у них классный, да, вот. Так, мне нравится испанский дизайнер, его зовут Куэм Марин. Он не очень знаменитый, но мне очень нравится его работа, прям сюда вдохновляюсь, смотрю с удовольствием. Ну, для начинающего дизайнера, конечно, главная насмотренность. Очень много ребят, я знаю, переквалифицируются из программистов-дизайнера, потому что UI, UX-дизайн. И вот это круто работает, потому что они, как бы, много смотрят на приложения, много каждый день с этим сталкиваются, и в итоге у них уже появляется какая-то насмотренность. Они примерно понимают логику того, что где должно располагаться, и у них уже, ну, как бы, они дальше свое делают. То есть заходить на сайты, порталы, где собираются разные дизайны. Есть, например, для тех, кто русскоговорящий, портал называется O-D, A-W-D-E-E. Там один парень с России собирает вот все интересные студии, кейсы какие-то, рассказывает про них, почему они интересные, как это. Вот, заходить на вот такие сайты почаще, да даже в Instagram подписаться просто на классные студии-аккаунты, следить за их работами. И, может быть, даже, где можно делать такое упражнение, что найти какого-то крутого дизайнера или студию, которая нравится, и попробовать вот взять и вот прям повторить один в один какую-то работу. Сначала на компьютере создать ее, перерисовать в чем угодно, не знаю, хоть в пейнте. Потом по чуть-чуть, по чуть-чуть добавлять что-то свое. И вот таким образом развивается как бы свой стиль, свое направление, что нравится больше. И, ну, главное, насмотренность. Ну, никогда не сдаваться. Но если действовать как в компьютерной игре, когда ты знаешь, что обязательно есть какой-то уровень дальше, пока эта как бы игра не закончена, то ты не будешь сдаваться в этой игре. Ты как бы, у тебя не получается, не получается, не получается. Но ты знаешь, что есть второй уровень, и ты до него дойдешь. Вот и в жизни также нужно просто стараться, потому что уровни есть, и их бесконечное количество. И если просто, там, два раза упасть, там, поцарапаться, то, конечно, не захочется больше. Но если продолжать, то в итоге попадешь на новый уровень. Вот, так что относитесь к жизни как к игре. Субтитры сделал DimaTorzok